Как же мы любим пятницы и собираемся здесь по пятницам в этой уютной студии для того, чтобы приятно пообщаться, познакомиться с нашим гостем и обсудить такую тему, тему дня, которая актуально, важна и интересна для наших как слушателей, так и телезрителей. Я думаю, одна из важнейших тем в нашей жизни, которая уж точно оказывает влияние на каждого человека, да и на жизнь в целом, это психология, это, как некоторые говорят, наука о душе. А что же это такое на самом деле? Сегодня мы узнаем у профессионального психолога, у нас в гостях Дмитрий Ковалев, практикующий психолог, основатель и директор частного психологического центра Альтер-Эго, город Тверь. Также преподаватель, также действительно член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Представимся и мы у нас сегодня Светлана Никифорова, персональный тренер, реабилитолог, эксперт общественной палаты города Твери. Я думаю, ей тоже психология интересна. Конечно, психология-то всегда важна, так как без психологии, я считаю, что жизнь, ну то, что она скучна, но в ней проще разбираться, подсказки есть, и можно найти очень даже ключевые ответы на ключевые вопросы. А также с нами сегодня в студии Татьяна Ларина, ведущая, радио-ведущая, темная ведущая, а также руководитель туристической фирмы «Русатурист». Ну, поскольку мы с туристами регулярно общаемся, тут без знаний психологии никак, нужно уметь почувствовать каждого клиента. Привет всем. Здравствуйте. Дмитрий, расскажите, психология, какая большая, обширная наука. Как вы к ней пришли? И почему именно психология? Почему именно в жизни ваша профессия стала психологом? Ну, путь был непростой, потому что у меня вообще два образования, техническое и психологическое. И первую часть жизни я был технарь, который занимался и ремонтом бытовой аппаратуры, и там спутником телевидения, чем только не занимался. А в то же время психология, ну, не знаю, всегда был интерес какой-то, я с детства читал всякие, увлекался, разные журналы там были в советское время, такие околонаучные и так далее. Мне было это интересно. Психика, гипноз, все вот эти, Вольф Мессинг, все вот эти загадочные истории. И я так по-детски интересовался, и потом в определенный период, уже в 2000-х годах, наверное, я уже стал в одной корпорации работать как организатор, как менеджер. Ну, и потихоньку там осваивать какие-то методы работы психологические и так далее, и так далее. Вот, то есть я там уже группки вел, сопровождал между тренингами, там такая сопровождающая работа была и так далее. То есть, и учился вот методы какие-то, как работать, те же метафорические карты, вот. И это не было основной профессией, это вообще не было профессией, это было любительство. Увлечение. Да, со временем увлечение стало занимать все большую часть жизни, я уже научился это делать. Ну, как я тогда думал, хорошо, хорошо. Ну, по крайней мере, клиенты были довольны, которые там редкие были. Вот, но в какой-то момент, конечно, там в 37 лет, по-моему, я надумал получать второе высшее. Ну, потому что без образования никак уже было. Я получил второе высшее образование в нашем ТВГУ. Методы уже работы у меня были, как бы, ну, называется, рука набита, да. Да, и вот потом уже, я совершенно перешел на профессиональные занятия в психологии, потом стал преподавать ее, потому что был опыт, умение работать, и, в общем, так вот и пошло. То есть, можно себя в любом уме жизни найти, и при этом используется весь вот предыдущий опыт человека, да? Да, я бы даже сказал, что вот уход в психологию, ну, не закономеренно, но, наверное, правильно, вот когда человек идет в психологию с каким-то жизненным опытом, потому что вот студенты спрашивают, вот, а как там частная практика, вот я хочу, а чего? Но я всегда им отвечаю, что возраст — это то, что украшает психолога в профессии, потому что, ну, вот к кому пойдут люди нашего возраста? Ну, не к девочке в 20 лет, как бы им не печально было, да, они будут выбирать вот кого-то своего возраста, чтобы жизненный опыт был, да, и так далее. А вот у девочек там наоборот, там про отношения, там вот про несчастную любовь, и у каждого своя ниша, вот, ну, вот как-то так. Ну, это так же, как в любой сфере, так же и в сфере психолога, у каждого своя ниша, и у каждого свои какие-то наработки, методики. Да, да, конечно, конечно. Вот очень много вокруг есть всевозможных психологов, специалистов, в том числе так называемых специалистов, это коучинг стал очень популярен в самых разных сферах, и бизнес-коучи, и лайф-коучи. Я всем этим тоже очень интересуюсь, я это смотрю, мне интересно всегда. Как выбрать настоящего профессионала, который вот действительно поможет? Слушайте, ну, всегда у меня тоже эта тема занимала, но скорее, возможно, я расстрою многих, у меня негативное отношение к разным коучам, но для меня коуч — человек, который тебя учит жить, как надо, а кому надо, как правильно, что принесет счастье мне, вот, именно чья-то программа, которая учит меня, как правильно. Я не говорю об образовании, которое нужно, например, в экономической сфере, или в какой-то другой, да, в современном мире, можно получить это дополнительно. Но вот когда учат, как жить, ну, не знаю, вот найти коуча, может, как-то самому собраться. Может быть, самому что-то подполучить, какие-то знания, да? Конечно, потому что, и потом их применять, и через свои шишки уже получать какой-то жизненный опыт. Ну, чужие грабли никого, ничему особенно не научили, да? Потом масса коучей, вот, мне сын рассказал, я не очень, вот, в этой теме он мне рассказал, инфо-цыгане, это те, кто продает вот эти коуч-услуги, при этом не гроша за душой, и, ну, просто, это можно раскрутить в интернете, команда на тебя работает, да, и тебя пиарят везде, и ты вот такой коуч, ты что-то там умное вещаешь, кто ты, что ты на самом деле, откуда ты взялся, никто не знает. Сейчас вот часто учат бизнесы люди, которые этим бизнесом практически не занимались, и не достигли в этом успеха. Да, я про это хотел сказать, что масса вот этих коучей, у которых ничего нет, кроме вот видеосеминаров, ты какой-то бизнес сам построил. Поэтому лучше посмотреть. Для меня эта сфера сомнительна, конечно, есть интересные люди, есть, как сказать... Есть, кстати, предприниматели, которые сами сейчас свои курсы делают, которые с опытом уже... Да, вот я бы, наверное, выбрал такого человека. Ну, это, наверное, уже больше коуч-ментор, как называется, да, который у коуча, который есть свои какие-то наработки, опыт, который может не только... Который сам работал, да. Да, который не только может сказать, вот надо вот так, а может и подсказать, что у меня было вот так, у меня сейчас вот так. Но я думаю, что вот, Дмитрий, вас можно отнести к коуч-ментору, Потому что вы сначала поучились в психологии, наработки какие-то, а потом стали уже профессиональным психологом. Организовали свое агентство, или как это правильно называется? Ну, да, можно так сказать. Психологическое, да? И альтер-эго, это вот, почему такое название? Из-за чего? Это с чем-то связано? Ну, альтер-эго это психологический термин. Другой я, он не только психологический. Он и в философии, и в литературе, там, с древнейших времен он использовался, как некое другое я. Да, как некая роль, которую я могу исполнять и так далее. Это более древний, там, связанный с искусством и философией. У Фрейда другое я, альтер-эго, да, это некая часть психики. Почему я назвал? Потому что для меня в тот момент переход в психологию, это было вообще вот все совершенно другое. Это другое я, другая профессия. Еще так совпало, что и другая семья. И, в общем, там... То есть совсем-совсем был другим. Без в бороду, без в реброве, 40 лет, и, в общем, там все удачно сложилось. Почему нет? Вот именно в этот период. И поэтому для меня началась вообще другая жизнь совершенно. Психология — это ведь наука, а там есть точное научное знание. Это же не просто психолог, человек, который, как вы сказали, учит жить и делится жизненным опытом. Это человек, который ориентируется на какие-то факты. Конечно. Психология прежде всего наука, и масса ученых в этой сфере работает, как зарубежных, так и российских. Но, правда, в российской истории был период, когда психологи мало внимания уделяли. Ну, практически не уделяли. Ну, вообще не уделяли, да. Да, ну, сейчас как бы психологи наверстывают. Да, это наука. И, конечно, не все в психологии можно померить, вот как, ну, не знаю, в других каких-то науках, да, как физико-химия и прочее. Потому что, ну, не все поддается измерениям. Но, тем не менее, это наука, да. Так, ну, у нас сейчас поговорим еще о профессии практического психолога. Легко ли работать практическим психологом, или это сложно, и востребовано ли? А давайте об этом поговорим после рекламной паузы. Да, давайте. Оставайтесь с нами. Это программа «Тема дня по пятницам». Тема у нас сегодня психология и практическая психология, а также, конечно же, связи с реальностью. У нас сегодня человек, который называет себя менеджер по связям с реальностью. Я думаю, что это очень хорошая характеристика такой профессии, как практический психолог. Именно человек-профессионал в этой области Дмитрий Ковалев, директор и основатель частного психологического центра «Альтер-Эго» в городе Твери. Также мы, ведущие, я, Татьяна Ларина и Светлана Никифорова. И вопрос, который мы до рекламной паузы задали, и сами задались этим вопросом. Меняется ли отношение общества, жителей города к практической психологии? Охотнее ли стали люди идти на консультации? Если сравнивать период примерно 10 лет назад, то, конечно, да. Культура хождения к психологу, так назовем, да, она, ну, по крайней мере, в нашем городе она не очень развита. В других городах тоже по-разному. Я обучаю психологов в разных городах, поэтому, как бы, обстановку знаю. Вот. Где-то, ну, например, Архангельск, небольшой город, но там у них нормально ходить к психологу, они там, тренинги, семинары, у них там активная жизнь. То есть это приветствуется? У них активная жизнь там, вообще в целом. Вот. У нас сообщество не очень такое. Скорее, разрозненное самих психологов. И, как бы, клиенты, люди, которые хотят что-то получить, какую-то информацию или помощь психолога, ну, тоже так нет, как это называть-то, устойчивого потока, да. То есть есть люди, которые хотят, ну, как-то это все. Потому что бытово, вот, да, на бытовом уровне считается, что лучше с подругой чайку на кухне попить. Поговорить за жизнь, да, и все решится. Знаем мы этих подруг, знание того еще насоветуют. Да, ну, если верить известным, как бы, радиоведущим, то водка – это лучшие средства, которые не помогают в этих вопросах. Вот. Но народ считает по-другому. Поэтому вот все движется, все развивается, но не так, как хотелось бы, конечно. Дмитрий, скажите, а с какими вопросами? Ну, я понимаю, что вопросов разными, с запросами приходят клиенты. Ну, чаще. Какие запросы приходят с клиентами? И кто больше? Мужчины, женщины? Конечно, больше женщины. Мужчины. Все в себе. Они все в себе, да. Мужчина нормальный, считай, что он сам в состоянии разобраться со своими проблемами. То есть он мужик, он может. Ну, в общем, по большому счету, да, вот в этом плане мужчины и женщины отличаются. Но мужчины не все такие, как они о себе думают, на самом деле. И в глубине-то там другое живет, что не дает возможности справиться с какой-то проблемой. Тогда мы помогаем. Сейчас мужчины, кстати, стали ходить больше. Вот. Сейчас это не считается чем-то таким зазорным. Да, и пойти, но потому что сам человек не знает тех особенностей психики, которые заставляют его, но загоняют в одну и ту же проблему, или там заставляют наступать на какие-то грабли. Грабли обычно в отношениях. То есть самый частый запрос про отношения. Либо это разводные, предразводные ситуации, либо послеразводные ситуации, либо это отношения с противоположным полом, которые, ну, либо не ладятся, либо типичные не то. Есть такой женский термин, да? Может быть, это самая сложная тема в жизни человека, именно вот личные отношения, когда они на высоте, а все и другое как-то, как ты думаешь, не надо никуда идти. Да, да, потому что от того, что у человека внутри, насколько у него есть рядом близкий человек, с которым он может поделиться трудностями, получить поддержку, если надо, какое-то участие, сочувствие, да, и так далее, то вот если это есть, человек, с которым он может быть откровенным и честным, а не надо там из себя что-то изображать, да? Сейчас социум такой, что вот считается, что лучше казаться, нежели быть, да? А дома ты можешь быть вот тем, какой ты есть на самом деле. Вот это вот ресурс, и если это есть, то потом ты можешь свернуть любые горы. Это и про жизнь, про мой личный опыт. Если тебя дома поддерживают, и вот все открыто и по-честному, то какая разница, что там, что там, тут вот есть силы с этим справиться. Ну, семья — это от идеи, и человека, семья — это от нового. По-любому, когда есть поощрение в семье, то взаимо в уважении, то и работа в бочице. Любой? Да, да. Есть даже такие, рисуют, как мишень такой, центр мишени, круг побольше, круг. Это вот, ну, назовем условно, круги близости, да? И вот кто главный для меня должен быть в жизни, да? Я, в центре мишени я. Если я себя люблю, если я уверен в себе, если у меня с собой все хорошо, я себя не ругаю, не виню и так далее, то, ну, собственно, и остальное все хорошо. А второй круг — это близкий человек, ну, партнер, муж, жена или так далее. Дети там на третьем месте, чтобы вы знали, да? А были, да, да. Или даже на первом, да? А у многих дети на первом месте. Я живу, чтобы они, вот когда я живу, чтобы у него все было хорошо, он уже должен. Ребенок живет с грузом долго на плечах. Подарить подарок кому-то любимому, да, близкому, это первый подарок нужно подарить себе, первому кругу. Мне нравится, да. Да, пусть будет. А ребенок, это, можно сказать, тоже главнейший подарок, который мы себе в жизни дарим. Правда? Нет, я бы поспорил. Если ребенок как подарок себе, не знаю, нет. Скажите, вы консультируете только лично или онлайн тоже? Онлайн, скайп, да. А какие-то определенные методики консультации, какие-то свои частные наработки? Может быть, вот поделитесь, как вот проводятся консультации? Ну, я люблю очно, потому что мне важно. Скайп, это скорее уже веяние времени, и, ну, просто я физически не могу быть там, где меня хотят видеть. Ну, я в разных городах, да, обучаю по стране. Ну, так вот, по географии сверху это Архангельск будет, но в Северный пока не ездил, там некуда дальше. Северный. Вот, на юге это Белгород, там дальше Украина. То есть такая широкая масштабная такая. Да, слева у нас, если на карту России смотреть, там Псков, а право вот Тюмень у меня был. Самый такой крайний. То есть вот в этой географии я вот туда-сюда езжу. Обширная география. Да, и, конечно, ну, конечно, там подготовлены специалисты, но интереснее, чтобы заезжать дядь, кто-то умный приезжает, чего-то. Я их туда отправляю, но бывает, что вот, ну, кто-то коллеги присылает там, и, конечно, тогда Скайп. А фуэритянам особенно повезло. Они могут прийти в центр Альтрека. Да, у нас хорошие специалисты, я, супруга, у нас есть коллеги, которые с нами там, ну, как бы, с нами работают. А где вы находитесь, скажите? Мы находимся в Советской 62, у нас нет вывески, потому что, ну, это не та сфера услуг, куда вот с улицы заходят, да, то есть у нас ходят по записи. Ну, определенный круг людей. Более того, определенная этика есть психологическая, идеальный вариант, когда два входа-выхода, мы сейчас работаем над этим. Вот, у нас, в принципе, они есть, но вот мы только купили свое помещение, год мы еще не все сделали, как хотим. Идеальный вариант, когда клиенты не видят друг друга. Это вообще хорошо было. Это тоже, потому что людям просто зайти в вывеску там психолог, ну, а вдруг кто увидит и так далее. Поэтому, вот, ну, это этические нормы профессии. Это очень, да, на видный ход взгляд, и по-любому это даже клиентам более приемлемо. Да, да, и вот так как я люблю очно, еще раз скажу, что скайп как бы, да, но лучше очно. Москвичи к нам ездят, Ярославль к нам ездит, в соседней области Смоляне к нам приезжают. Вот, ну, мне важно, это мое, вот, да, мне важно у человека чувствовать, потому что или я такой, или метод такой, или вот, ну, вот мне надо, чтобы вот я чувствовал. Получается только один на один, или делаете групповые какие-то... Это разные форматы. Есть индивидуальное консультирование, потому что не каждую проблему можно вынести на группу людей. Вот, есть групповые форматы. Групповые форматы тоже разные делятся. Они могут быть, к примеру, ну, у нас периодически, вот сейчас Новый год, будем раз в месяц проводить на постоянной основе расстановки по Хеллингеру. Семейной системной расстановке, там группа участвует, чтобы выявить какие-то родовые проблемы, или так, причины в нынешней жизни, проблемы которых кроются там еще в родовой системе, в предках наших. Вот, это один формат. Бывают группы, например, там, философия жизни, да, это такой клиентский формат, где люди собираются в группу, есть теоретическая часть, которая, сейчас я сформулирую, не Ковыч, нет, мы рассматриваем какие-то философские принципы, например, буддийский принцип непривязанности, да, о чем это? Вот о чем мы сегодня так за эфиром говорили, о том, что чтобы что-то новое пришло, надо что-то отпустить, да, вот у меня был такой переход из одной профессии. Мне всегда тянуло туда, ну, звонят же, ну, вот же, я побегу, там, что-то сейчас сделаю, заработаю. Нет, пока ты не закроешь эту дверь, другая не откроется. Вот, так и в жизни, любые перемены, они через это, а мы держимся за старое, мы там держимся за старые отношения, мы нового мужа сравниваем со старым, говорю, вот тот, а ты, конечно, не ладится, да, вот, ну, как-то так, вот, и там много всего, например, долженствование или желание, что должно на меня, как жить-то, должен или хочу. И вот мы это все разбираем на этой группе, и там есть упражнения, которые позволяют достать это все изнутри, и потом мы с этим работаем. Какие важные вопросы сегодня задает Дмитрий Ковалев. Я так чувствую, что ответить на них мы сможем, если к нему придем. Можем, можем. А вот наверняка слушают нас люди и смотрят, которые как раз задают себе такие вопросы и не могут получить на них ответы. Как к вам прийти, как записаться? Запись у нас по телефону, я не знаю, будет ли это бегущая строка или просто это устно. Ну, скажите. Значит, один телефон 8-910-647-7544, это мой телефон, можно записываться. Второй не помню, вот, надо смотреть, это телефон жены. Ковалева Людмила, у нас есть страницы, сейчас вот, я уже говорил, да, у нас такой период перемен, когда мы закрыли одну дверь, открываем другую, вот, мы и офис свой ремонтируем, и сейчас создание сайта идет. Пока мы оставили старый, мы закрыли сайт, страницы ВКонтакте и Фейсбуке, есть еще страничка «Родительский клуб», это тоже определенный формат работы. Второй, вспомню, после рекламы скажу. Хорошо. А вот как раз про «Родительский клуб» или «Родительское кафе», как правильно это называется? Клуб, клуб, кафе, нет. Как туда приходят настоящие родители, которые уже стали родителями, или которые готовятся стать родителями, или все приходят? И, ну вот, расскажите, что это за клуб? Я бы сказал, это, в принципе, можно ходить всем, потому что все мы так или иначе имеем отношение к родителям, да, но если мы дети, у нас есть родители, тоже можно. Потом есть такая шутка, что когда нужно заниматься, вот, когда нужно начинать ходить к психологу, вот, с маленьким ребенком, года за два до зачатия. Даже так? Да, 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 поэтому если вы готовитесь стать родителем, вот, это такой формат групповой, где родители, у которых трудности общения с детьми, а может быть и со своими родителями, у родителей же тоже есть родители, и тоже это можно посмотреть. То есть, путем групповой работы мы достаем оттуда то невидимое, что в этих отношениях ни тот, ни другой не видят. Например, мама ругается с сыном подростком, и она вроде как же умно ему транслирует, чтобы он учился, чтобы он профессию выбрал, чтобы он вовремя домой приходил. Но эта зараза почему-то приходит, когда хочет, и уроки не делает, да, и все такое. Вот, и она его ругает. А что происходит? И вот когда люди начинают озвучивать, что они там чувствуют, это такая, как расстановка такая некая. Вот, то выясняется, что у подростка там буря вообще в душе. У него масса комплексов по поводу внешности, потому что у них в этом возрасте начинают руки-ноги по-разному расти, это физиология, да? Да, 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 да. И они неуклюжи по этому и так далее. Масса переживаний. Масса переживаний по тому, как они социализируются, какие отношения в их коллективе. Мама же этого не видит, и подросток никогда не расскажет. Да, закрывается. И так далее, и так далее. У них там столько всего внутри сейчас, и гормональный ад там некий происходит, все, перестройка организма. Там такой ужас у него творится в душе, и поэтому они часто вот уединяются, запираются в комнаты, они дружат с друзьями, но не с родителями и так далее. Когда родители это видят и понимают, что там на самом деле, они как-то начинают мягче относиться и так далее. Ну и вообще многие, у нас вот девочка такой здоровенный, мы еле-се-еле принесла. В знак благодарности у нее была история, когда муж забирает, она в разводе, и там шестилетняя девочка, значит, он берет ее на выходные. Они играют, все хорошо, но когда она приходит домой, она там неделю потом в обмороке падает ребенок. Ну вот мы позанимались, то есть ребенка мы не трогали, мужа тем более. Но вот когда мы все это посмотрели, она принесла, говорит, девочка перестала падать в обмороке. Чем же там причина была? На том конце провода тоже всегда что-то вот. То есть вы его как бы выискиваете, поднимаете, невидимое, что есть. Потому что когда родитель понимает, что чувствует ребенок, например, родитель там какими-то норовоучениями мучает ребенка, да, а когда мы смотрим, оказывается, что девочка там или мальчик, они хотят, чтобы просто родитель, не знаю, поделился, а как он рос, а как у него это было. И этого достаточно. Порой ребенок не всегда скажет, да, о чем он думает. Сказать. Он еще и не очень-то и разбирается, что с ним происходит. И просто в беседе с родителем, когда папа или мама говорит, у меня так было в жизни, это вот, снова как это называется, то, что с тобой, да, это любовь, ты влюбился. И поэтому у тебя все так, когда она там другой портфель ей понес. Ну, я так шучу, конечно. Наверное, на консультациях на своих, да, вы, наверное, используете различные методики, авторские, какие-то уже психологические наработки. Как вы вообще проводите? Основной метод, в котором мы работаем и к которому обучаем, это эмоционально-образная терапия. Это, как шутит автор метода, новейшая американская методика для клиентов. Автор метода Линда Николая Дмитриевич, он, значит, московский профессор, ныне здравствующий. Вот, примерно лет 20, наверное, со дня первых публикаций, вот как метод, он относительно новый. Это очень эффективный способ, когда мы можем буквально с первой консультации решить проблему клиента. Ну, это как метод? Идет вопрос-ответ или как? Вы смотрите на состояние тела человека или как? Мы работаем, значит, метод, мы работаем с негативными эмоциональными состояниями хроническими или эмоциями хроническими. Например, человек патологически ревнит или часто злится, какая-то эмоция доминирующая, или страхи, фобии и так далее. Он приходит с запросом, что мучает меня это. И тогда мы можем найти, и все наши эмоции живут в теле, и они как-то телесно ощущаются. Мы работаем через метафору, через образ. Как это выглядит? Вот когда ты злишься? Да у меня там прям русский язык метафоричен, и клиент часто уже рассказывает. А когда ты злишься, да у меня там прям вулкан в душе. И мы разговариваем с пустыми табуретками и с образами, которые там предполагается сидят. Мы говорим, вот представь, что твой вулкан, ты же чувствуешь, там бурлит, все кипит. Как это выглядит, давай представим на табуретке. Там как-то это выглядит. То есть на наглядных образах вы работаете? Да, это позволяет, образы это язык бессознательного, зная этот язык, образы про клиента, про его жизнь, про те внутренние конфликты, которые ему мешают, и образы мне расскажут больше, чем сам клиент. Потому что разговаривая с образами, это онлайн разговор с бессознательным. А оно нами рулит и правит. Замечу, за несколько минут до эфира мы здесь разложили метафорические карты. Это тоже, наверное, имеет отношение к такой терапии. Это удивительно, как эти карты показали реальные. Да, это реально сработало, и реально пришел ответ на тот вопрос, который мучил нас обоих. Хотя я абсолютно не веяла в это, но это сработало. Да, метафорические карты я тоже использую. Обучаю психологов, если кому-то хочется. Это тоже хорошая методика работы с клиентом. Это мы поняли сейчас. Особенно на первых этапах, когда пришел человек к незнакомому дядьке, и там что-то надо на табуретке, что вы чувствуете. Особенно с мужчиной. Давайте картинки посмотрим. И мы можем карты разложить, и уже работа идет. А что это для вас? А что вы там видите? Уже то, что видит человек на картинке. Я не все принес. Это вот одна из колод, которую мы попробовали. Нет, но очень интересно. Мы как бы сейчас буквально на себе это поняли. И пришел ответ. Вот у меня пришел ответ сразу. У меня тоже. И весьма интересно бывает погрузиться в свои вот эти скрытые мысли и ощущения, и вытащить их наружу. Ну согласна, потому что мы все равно одеваем какие-то маски. Мы пытаемся себя, может быть, как-то уговорить или убедить в том, что нет-нет-нет, это не так. А карты, да, действительно не покажут то, что мы, к сожалению, даже обманываем себя. Да, да, бывает. Да, это вот одна из причин. Еще как часто. Одно из, как бы, скажем, приоритетов сейчас наших слушателей, все-таки затумнуться о том, что прийти к вам и с использованием метафорических карт распознать свое эго внутреннее. Да, можно карты. Даже если вы стесняетесь обратиться к психологу по каким-то там своим, ну, предрассудкам, может быть, скажем так, да, метафорические карты расскажут сразу все. Напомните, Дмитрий, где вы находитесь еще раз? Советская, 62, телефон 89010-647-7544. У нас сегодня очень интересный гость в гостях. У нас Дмитрий Ковалев, практикующий психолог, с которым очень интересно обсуждать темы психологии и вообще жизненные темы. Я вот как-то прихожу к выводу, что если мне понадобится помощь психолога, я теперь точно знаю, куда обращаться. До этого у меня не было такого ответа вот по поводу Твери, я сомневалась еще. Но опять же, у нас есть прекрасная возможность у телезрителей и у радиослушателей позвонить в прямой эфир. Телефон прямого эфира, да, 300-190. Да, у нас есть телефон, звоните. Мы не раскроем, как вас зовут. Вы можете задать свой вопрос профессиональному психологу на тему, может быть, личной жизни, профессиональной деятельности, каких-то страхов, сомнений, как вам принять какое-то решение. И вам дадут... Возможно, да, мы найдем ответ. Какой-то ответ, да. А вот вообще, скажите, пожалуйста, какие качества необходимы в первую очередь психологу, чтобы быть хорошим профессионалом настоящим? Я думаю, что это открытость и искренний интерес к людям. Вообще интерес к миру. Потому что вот я когда работаю, ну, не знаю, это как детектив. Человек принес что-то, и мы вот через образы или через карты, ну, обычно карты реже, да, мы идем куда-то, и это раскручивается некий сюжет, и это некий азарт. Истина где-то рядом, да? Да, да, что там, как это починить теперь. Вот это искренний интерес, вот открытость и интерес. Ну, к этому не надо забывать про образование. Да, да, да. А как много, как часто нужно посещать вот психолога, ну, именно вас, да, на ваших вот консультациях, чтобы прийти к какому-то ответу? За одну консультацию это возможно или нужно несколько консультаций? Смотрите, все зависит от того, с чем пришел клиент. И то, ну, если уж совсем так по-научному, да, в какой-то там определенной фазе развития он застрял. Если он пришел, например, с фобиями или там панические атаки, то метод наш позволяет буквально за час с этим справиться. То есть, если человек боялся летать в самолете, то через час он уже может, ну, разная степень запущенности, но обычно за час мы это делаем. Ну, вот подобного рода. Но бывают более сложные, например, про отношения там или еще что-то. Бывают запросы, когда, ну, надо время какое-то, чтобы вот не было у человека опыта, да, вот как наладить нормальные отношения. Мы убираем то, что внутри мешает, ну, и потом с этим надо идти как-то по-новому жить, да, вот попробовать пожить какое-то время нужно. В среднем не больше 10 сеансов. То есть, если за 10 сеансов толку нету, то кто-то не работает. Либо я, либо клиент. Потому что, ну, я знаю, куда везти, но идти должен клиент своими ногами. То есть, опять же, вот мы затронули такую тему, сложнейшая тема взаимоотношений. Построй свою любовь. Неудивительно, что Дом-2 идет столько лет. Конечно. Люди все строят, строят и никак не могут построить. Может быть, с ними просто психологи нормальные не работают. Ну, да, потому что традиционно боятся к психологу и думают, что мы сейчас там достанем что-то страшное, что-то, о чем не хочется говорить и так далее. Мы туда не роем. Или узнаешь, что-нибудь, да, психолог. А знаете, еще, к тому же для шоу психологическое благополучие, это не очень хорошо, да? Ну, да, да, да. Ну, если мы говорим об участниках этого шоу, то да, это вот отдельная категория лиц, мне кажется. Но это все-таки шоу, да. А на своих консультациях, я так понимаю, что может быть затянуться, ну, так, действия, да, консультации. Не то, что действия консультации, а сами консультации растянуться до 10 консультаций. Вы даете какие-то домашние задания или как это происходит? Потому что вы говорите, кто-то не работает. Ну, это я для себя, конечно, мы об этом клиенту не говорим, потому что мы его всегда поддерживаем. То есть позиция психолога всегда нейтральная, мы не оцениваем, хорошо ли, плохо ли. Мы всегда клиента поддерживаем в его изменениях. По поводу, я начал говорить, узнают, не узнают, всегда это анонимно, да? Человек представился, мы не пишем, не знаем, это его настоящее имя или нет. Мы не спрашиваем, кто он, где он и зачем. Мы решаем эту проблему, которую он принес. По поводу длительности. Одна консультация всегда длится час. Ну, бывает плюс-минус, если нужно закончить, то 10 минут, это не страшно. Если нужно больше выясняться в работе с клиентом, ну, например, таковы его особенности психологические. Ну, не может он за час, ему мозг разгоняется, потом надо ему... Ну, мы об этом говорим с клиентом, обговариваем и все. Вот одна консультация час, встречаемся раз в неделю. Почему? Потому что чаще не нужно в нашем методе, много будет перебора, а неделька, вот чтобы волна изменений поддерживалась. Ну, то есть какое-то осознание, да, какие-то изменения можно было. Ну, в принципе, для решения проблемы клиента достаточно, там, наш метод позволяет несколько сеансов. Но бывают разные клиенты, разные запросы. У некоторых есть запрос на сопровождение, вот, на какой-то жизненный период трудный. Вот, и здесь нельзя сказать, что, ну, вот, ты столько ходи, потом не ходи. В принципе, мы работаем на решение запроса, мы не подсаживаем на терапию, как есть в других методах, да, надо долго, у нас ненадолго. У нас решилась проблема, все, следующий. Вот, другое дело, что мы идем к тому, чтобы научить клиента самому справляться с проблемами. Мы решили базовую, достали там самый корень, убрали его, все, что наросло сверху, оно отвалилось. Иди живи теперь, как бы, пробуй по-другому, да. Кто-то справляется, кто-то нет, если не справляется, мы поможем еще что-то подработать. Ну, да, еще же нужно взять главную ответственность на себя, клиент же должен... Обязательно, да. Не то, что психолог подсказал, да, как мы в начале передачи говорили, что коуч там как сказал. Да, мы не даем советы, мы ведем клиента к тому, чтобы он сам нашел ответ для себя, как он теперь хочет, а почему он так хочет. Вот он, когда пересаживается на табуретках, у него там разные ощущения. И когда вот представь себя, ну, которая вот смогла или которая выбрала, да, сел туда, и вдруг ему хорошо там стало. Это же не я сказал, что тебе при этом выборе будет хорошо, да. Это ты туда вот почувствовал, как там. И тогда уже не нужно убеждать. Человек понимает, да, вот там я сел, вот там я оставил, как было, посидел, и как-то там, а сюда вот, а здесь я рискнул, и вот пошел в новое. Вот сядь сюда, почувствуй. Человек сам чувствует, потому что бессознательно откликается на это все. И через ощущения мы это понимаем. Если он там посидел, то его не надо уже, и почувствовал это вот телесно, эмоционально, то не надо уже убеждать. Уже человек выбор сделал, да. Должен ли психолог уметь читать людей? Можете ли вы впервые, например, в виде человека определить его проблемы быстро, даже не общаясь с ним практически? Если вкратце. Я думаю, что это неблагодарное занятие вот так сходу диагноз проводить, потому что, знаете, есть такой анекдот, когда, скажите, больной вас мучают эротические сны? Ну, почему же мучают, да? Поэтому проблема становится проблемой, когда она мешает клиенту жить. Да, и я могу видеть что-то, что, казалось бы, неправильно, но человеку в этом хорошо, он привык так, и не надо его переучивать, ему удобно, и все. А принес он другое. Чего я буду туда лезть? В общем, интересная многогранная тема у нас сегодня. Человеческая душа и психология. Мы продолжим после прекрасной музыкальной паузы. Всех с пятницей, и по пятницам у нас как здорово, что в эфире есть особый пятничный выпуск программы «Тема дня», который мы сегодня проводим с нашим гостем, который просвещает нас в области психологии. Да-да-да, узнаем новое. Кстати, мы ведущие тоже, а уж наши зрители и слушатели тем более. Дмитрий Ковалев, практический психолог, директор частного психологического центра «Альтер-эго» в городе Твери. Теперь есть куда обратиться людям, испытывающим определенные затруднения. Я не говорю, что обязательно проблемы с психикой. Нет, обращаться к психологу вы можете для того, чтобы найти ответы на мучающие вас вопросы. Мы обязательно скажем в течение программы, как обратиться в центр «Альтер-эго». Ну а пока давайте поговорим про… Поговорим про школу, которую готовит «Альтер-эго». Ну, хочется поговорить про летнюю школу. Да, про летнюю школу. Это школа для кого? Для людей просто… Обычных. Обычных. Или для психологов? Видите, как у нас прямо у нас азарт-азарт. Да, да. Мы можем… Как это? Сиквелы, приквелы там… Да-да-да. Значит, смотрите. Называется это «Летняя школа практической психологии». Мы, как центр «Альтер-эго», организаторы, уже 8 лет мы это делаем, 8 лет подряд. Проводим мы ее в августе месяце. Второй или первый выходной мы там смотрим. Это академическая дача художника Репина под Вышним Волочком. Живописное место. Живописнейшее место, очень ресурсное, хорошее. И там просто вот москвичи там вообще спят, потому что воздух другой. И они там впервые звезды видят, потому что там небо не засвечено, там шикарные звезды. Очень хорошее место. Значит, и в чем смысл школы? Школа практической психологии. Мы приглашаем как специалистов, так и обычных людей. Специалисты могут побыть… Ну, как бы, это школа, где много мастер-классов. Обычно это пятница, суббота, воскресенье. В пятницу все заезжают, суббота, воскресенье, и к вечеру все разъезжаются. То есть вот такие три дня у нас. Насыщенная программа. Идут семинары, тренинги. Где-то полтора-два часа каждый семинар. Они в параллель два, а то и три, иногда четыре семинара в параллель идут. И нас ругают, что разорваться везде хочется. Да, да, да. Ну, много народу приезжает, разные специалисты разных направлений. Мы раньше это делали как продвижение нашего метода эмоционально-образной терапии. Но потом мы пришли к тому, что другие методы тоже интересные. Они не хуже, не лучше, они просто интересные. И мы любых специалистов приглашаем, где они могут себя показать. Как правило, они потом выстреливают их, куда-то приглашают, где-то они практику свою начинают. И вот такая у нас стартовая площадка в этом плане хорошая. Многие, кто сейчас в Москве хорошо практикуют, вот они у нас как-то себя показали. И это могут быть специалисты, которые хотят себя показать, провести тренинг, мастер-класс. Да, для них скидочка. Для тех, кто посмотреть приехал, тоже они могут посещать все семинары, тренинги, что-то профессиональное для себя брать, а могут и побыть в роли клиента. Потому что психологу побыть клиентом тоже хорошо. Мы решаем проблемы других, а самим-то. И у нас прицел на то, чтобы психологам отдохнуть. Это не научная конференция, это не серьезная, это вот как-то так, играючи, вот все происходит. И обычные люди тоже могут приехать, посмотреть, кто такие психологи. Они не страшные, они веселые, как правило. Побывать клиентом в разных семинарах, тренингах. Тем более, что у нас совершенно разные направления есть. В Твери у нас, кстати, я забыл сказать, кроме вот этих методов, у нас еще есть звукорезонансная терапия, тибетские чаши. Ну, вот, то есть есть у нас такое. То есть, в принципе, клиентам есть. Да. Зачем и почему прийти к вам? Да. Методов очень много в вашем центре. Да, да. И психологи, это не страшно. Да, не страшно. Как нам гость сегодня сказал. А вот я в последнее время такой термин часто слышу. Психологические манипуляторы. Вот как вы относитесь к таким людям? Ну, действительно ли это что-то особенное в мире людей? Это может быть, наверное, какие-то... Или это нормально? Эта тема такая модная в определенных кругах. Вот. Вот, манипулирование сознанием, это уже мы уходим в глобальные вопросы, да, сознание массы и так далее. Тоже ведь учитываются психологические факторы, как этим сознанием управлять и так далее. Можно управлять сознанием большой группы людей, можно поменьше, можно своими подчиненными. Как вот картинка, да, ослика и морковка впереди на веревочке. То есть, наверное, это для чего управлять, да? Для чего-то. Но мое личное отношение к этому, что да, психологию можно для этого использовать. Может, есть методики какие-то, да, там, чтобы манипулировать другими людьми. Тот же Дэл Карнеги, да, вот, 100 способов там, да, как завести друзей. Это тоже манипуляция. Ты не такой, какой ты есть. Ты играешь какую-то роль, чтобы... Ну да, это определенная маска, типа, не маска. Я, мое личное, как бы, мнение, и, в общем-то, практика и вот философия жизни, которую мы берем из серьезных источников, например, это буддистские практики, это философы какие-то и так далее, и личная практика, да, открытая позиция, которая вот такая не манипулятивная, она, как правило, более продуктивная. А уж если про отношения, то это вообще как бы даже не обсуждается. Можно в бизнесе там что-то продавливать свои интересы и так что-то там манипулировать не осуществлять, может быть. Но если мы говорим вот про личные отношения, то, конечно, только открытость. Манипуляции там никак не прокатывает, потому что, ну, рано или поздно это закончится. Еще вот одна проблема современного человека, это бешеный ритм, темп жизни, стресс, который нас окружает. Какой бы вы дали совет нашим слушателям, как все, не совет, может быть, там, рекомендацию, как все успевать, как чередовать правильно работу и отдых? Вот как все успевать? Я бы начал с того, что, а нужно ли успевать все? И тогда большой вопрос, а куда мы стремимся, куда мы суетимся, вот для чего вся эта суета? Вот оно на самом деле нужно ли? Потому что, опять же, через психологию, через работу с клиентом, мы видим, что вся вот эта суета, она вызвана, ну, скажем, детской позицией. Ребенок же не умер там в каждом из нас, да? И нами часто правит там вот решение. Не максимализм, а, скажем, детское решение угодить маме, доказать родителям, что я ох-охо. И тогда такие вот достигаторы получаются, да? А есть наоборот, которые вот, я вам докажу, какие вы плохие, они в ассоциал уходят. Гори, оно огнем. Так, а может, есть такие, которые у своего эго, чтобы вот я вот... Я же могу. Да, есть чувство неуверенности. Нет, вот если я могу, человек, как правило, не суетится. Если я могу, мне нет смысла суетиться. Я могу это, я могу то, я везде успею. То есть он не будет доказывать. Мое от меня не уйдет. И тогда я спокоен, мне нет нужды суетиться. Я могу куда-то направить свои ресурсы, чтобы порешать какую-то, ну, не проблему, а задачу, да? Но потом у меня есть всегда время отдохнуть. Столько, сколько мне нужно. То есть получается, что сейчас в последнее время вот в соцсетях, да, все мы там гонимся, выставляем какие-то посты еще. То есть человек, который выставляет постоянно какие-то посты в соцсетях, это говорит о его какой-то неуверенности или угождении кому-то. Да, да, да. А сколько истерик и депрессии из-за того, что лайки не поставили. То есть это человек, который еще не вышел из детского возраста, получается, подросткового возраста. Нет, подождите, некоторые же используют социальные сети для того, чтобы продвигать какие-то свои интересные. Нет, ну, эту историю мы не берем. В основном это подростковая детская история, где я, там очень просто, почему там дети застревают, да и взрослые тоже, да? Там ты эльф 80-го уровня, а в жизнь ты вышел, тебе надо что-то уметь делать, да? Надо побриться, рубашечку свежую и так далее, да? А там ты вот раз и все, как бы... Такой я хороший, какой вы, ставьте мне лайков, а потом я буду поставили. Да, лайков наставили, и никто не знает, там, твоя фотография или то, что ты написал, правда или неправда, но лайки, лайки. А если их нету, то я никто. Это отсутствие внутренней уверенности. Мне нравится, поэтому сейчас такая идея сети Инстаграм, убрать лайки, для того, чтобы люди не ориентировались на этот показатель, да? Да, да, да. У нас сегодня разговор о психологии, о разных ее гранях, и мы его продолжим через рекламную минуту. Это тема дня, и у нас сегодняшняя тема дня – психология и связи с реальностью. В гостях у нас профессиональный психолог Дмитрий Ковалев, с которым мы обсуждаем его деятельность, обсуждаем психологию жизни в целом и центр альтер-эго. Дмитрий, мы говорили сегодня много про альтер-эго, про развитие, про методики, про разные, скажем, семинары, занятия, родительское кафе, летнюю школу, очень много. А что в перспективе планируете? Куда идет развитие дальше? Какие планы? Развитие у нас дальше идет на то, что мы планируем больше семинаров и тренингов делать в Твери. Основная работа у нас была все-таки летняя школа, это разовое летнее мероприятие. Родительское кафе, кстати, я хочу подчеркнуть, это такая бесплатная история. Родительское кафе бесплатно работает. Лишь бы родители с детьми находили общий язык. Здорово. Значит, мы увеличиваем количество разных тем. Например, вот у нас так было в зачаточном состоянии, но сейчас мы уже все для этого приготовили, у нас будет звукорезонансная терапия. Кстати, к вопросу, как отдыхать, мы не договорили, отдыхать надо, чем больше, тем лучше. И не суетиться. Вот релакс. То, что звуковое воздействие имеет эффект, это доказано, разные эксперименты проводились. То есть, не имеет смысла там работать. Точно работает, приходите попробуйте. Обычно все засыпают. Есть коллективные истории, когда группка небольшая, и звучание тибетских чаш. Есть индивидуальный звукорезонансный массаж тибетскими чашами. То есть, чашки ставятся на тело, они звучат и так далее. Кто не верит, посмотрите фильм «Вода». По-моему, японцы снимали на ОРТ, он был, он в сетях есть. Как слова и звуки на структуру воды влияют. Снежинки там, они замораживали, говорили плохие слова, и там страшные. Говорили добрые слова, и снежинки красивые были. Точно так же звук чаш, он структурирует жидкости в теле, убирает негативную информацию и так далее. Это очень хорошо работает. Кроме того, я уже сказал, у нас будет философия жизни. Постоянная группа, которая так вот рассчитана раз в месяц встречи. Обычно вот это долгоиграющая группа. Мы делаем раз в месяц, чтобы люди встретились, что-то отработали, какую-то тему, и шли с ней жить. Месяц потом поделимся, как оно в жизни получается. У нас вот подходит к концу сегодняшний наш эфир. Кстати, я хочу напомнить вам и всем нашим слушателям, зрителям, что Новый год, он не за горами. Приближаются новогодние праздники, когда люди соберутся за праздничным столом, может быть, с семьей, с друзьями, с любимыми, откроют шампанское. Скажите, пожалуйста, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь? И не только в новогоднюю ночь. Как правильно загадывать желание? Вообще есть разные методики загадывания желаний. Мне нравится, и на моем опыте она работает. Значит, самое главное, перед тем, как вы хотите загадать желание, да? Даже не одно. Ну, лучше как бы не оптом, а вот с толком, с расстановкой. Три. Каждая, да, каждая. Значит, важно, вот вы загадываете нечто, да? И важно представить, пофантазировать, может быть, а какая вы будете, когда это желание сбудется? Визуализация себя. Да, какая я, когда, вот представьте себя, что желание сбылось, и вы уже там. Вот надо ощутить вот это вау. Здорово, здорово. И когда вы вот это ощутили, вот побыли в этом, запомнили, и все. Желание пропустили. Я так и сделаю в эту новогоднюю ночь, и повезло тем, кто нас сейчас смотрит и слушает, они сделают то же самое, и их желание обязательно исполнится. Спасибо вам огромное, что пришли. У нас сегодня в гостях Дмитрий Ковалев был. Что пожелаем всем тверетянам? Новый год. Здоровья, счастья, легких отношений и любви, конечно. И напомните, где находится ваш центр? Советская, 62. Не знаю, телефон надо повторять. Повторите. 8-910-647-7544. Спасибо, что пришли. Была интересная программа. И с наступающим Новым годом. С Новым годом. С Новым счастьем. С Новым годом, друзья. До встречи в Новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова